Уже меньше чем через час прогремят первые залпы салюта в честь Дня военно-морского флота России. В этом году ему исполняется 320 лет. И это не единственный юбилей. В марте 110 лет исполнилось подводным силам. Две недели назад было 100 лет морской авиации. География торжеств совпадает с географией самой страны и с ее историей. В Петербурге, где на параде присутствовал Владимир Путин, на место стоянки вернулся легендарный крейсер «Аврора». На борту флагмана Тихоокеанского флота, уже современного крейсера «Варяг», выступил оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Около 100 тысяч человек смотрели парад в Севастополе. Самые яркие моменты в репортаже Алексея Крепанова. Белоснежная офицерская форма, яркие гирлянды, флажков рассвечивания. День военно-морского флота в Петербурге встречают масштабно. Почти 3,5 тысячи участников. 16 боевых кораблей Балтийского и Черноморского флота торжественно выстроились в Невском фарватере. Праздничный парад принимает верховный главнокомандующий. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Поздравляю вас с днём военно-морского флота! Ура! 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 Владимир Путин на адмиральском катере Серафим Саровский по очереди обходит всех участников построения. Здесь, знакомые многим, малый противолодочный корабль «Казанец», дизельная лодка «Краснодар», к слову, спущенная на воду в Петербурге. А это флагманы торжества. Корбет «Бойки» и сторожевой корабль «Адмирал Эссен». Он передан на вооружение флота меньше двух месяцев назад. Комплекс ПВО, шестиствольные артиллерийские установки, противолодочные и противокорабельные ракеты, ставший уже известным ударный комплекс «Калибр». Юркий и мощный этот фрегат воплощения силы отечественного флота. Сегодня на военно-морской флот поступают современные корабли, оснащённые новейшим вооружением. Поддерживается высокий уровень его боеготовности в соответствии с существующими вызовами и угрозами. Особое внимание будем уделять обеспечению социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. Мы хорошо понимаем, что значит для военных моряков благополучия их дома, семейного очага. Хотел бы сегодня сказать самые тёплые слова в адрес жён, родителей, детей наших моряков. Благодарю вас за поддержку своих близких, своих любимых, которые выбрали для себя очень нелёгкую службу. Наряду с современной техникой в парадном строю сегодня и заслуженные ветераны. В том числе впервые за долгие годы легендарный крейсер Балтийского флота номер один. Как известно, «Аврора» имеет двойной статус музея и боевого корабля. Здесь тоже служат экипаж, срочники и контрактники. Экипаж краснознамённого ордена Октябрьской революции крейсера Богослава «Аврора» для встречи построен. В середине июля «Аврора» вернулась с длительного ремонта. За два года на корабле поменяли деревянную палубу, протянули километры новых коммуникаций. Внутри теперь абсолютно новые выставочные пространства. Во время посещения президентом корабля речь зашла о реконструкции Нахимовского училища, у которого крейсер и пришвартован. Для посетителей «Аврору» откроют уже 3 августа. А сегодня гостей встречают на палубах других боевых кораблей. Такое может быть один раз в жизни, говорят те, кто хочет попасть на борт и готов подолгу стоять в длинных очередях. Что конкретно посмотреть, каждый для себя выбирает сам для посещения. Сегодня открыты десантные катера, ракетный крейсер или вот, например, малый противолодочный корабль «Урингой». Артиллерийские пушки, бомбовые установки. Покрутить и понажимать здесь, конечно, ничего не получится, но можно хотя бы сфотографироваться. Здравствуйте, с праздником. Как настроение у вас? Здравствуйте. Настроение у вас как? Как настроение дойдете? Хорошо. Праздник в Петербурге получился поистине народным. Городские набережные во время сухопутной и водной части парада были забиты до отказа. Десятки тысяч людей – тех, кто пришел из любопытства и кто неразрывно связан с флотом. Служба на подводной лодке – не профессия, не должность. Это судьба и религия. Вот это кто по много лет там пробыл, тот хорошо это понимает. У меня папа. Ну, он служил когда-то давно, 4 года, вот на малом противолодочном корабле. Я сейчас далеко от родителей, поэтому хотелось бы поздравить его. Папа, поздравляю тебя с Днем военно-морского флота. Я тебя очень люблю. Военных моряков сегодня чествуют во всех портах базирования боевых кораблей. От западного Калининграда, штаба Балтийского флота, до самых восточных уголков. Набережные главной базы Тихоокеанского флота превратились в огромный зрительный зал. Морской бой с условным противником, и мишень торпедный катер поражает с первого раза. Есть попадание. Цель уничтожена. Главная роль в этом театре боевых действий у противолодочного корабля «Адмирал Трибуц». Огнем артиллерии моряки прикрывают высадку десанта. Штурмовой батальон морской пехоты захватывает береговые укрепления. Захват вражеской бронемашины, укопашный бой в исполнении морских пехотинцев. Искусство боевое сегодня тесно переплелось с высоким музыкальным. Шостакович и Мусоргский, Хованщина и Евгений Онегин звучат на палубе ракетного крейсера «Варяг». Прославленные оркестры Мариинского театра уже знают, что такое выступление на открытой площадке. Концерт под сирийским небом в Пальмире стал символом освобождения и долгожданного мира в этом городе. Но выступать на боевом корабле музыкантам еще не приходилось. И хотя на морском просторе акустика отнюдь не театральная, кажется, даже ветер над заливом сегодня стих. Концерт для аудитории, который прежде всего составляют смелые, мужественные люди, защитники Отечества. Мы, музыканты, делаем свое, моряки делают то, что они должны делать. И в целом это только укрепляет ощущение уверенности для миллионов людей. Главный праздник флота отмечали на Сахалине и Курилах. Службу там несут морские пограничники. На Камчатке, в городе Дальневосточных подводников, в Вилючинске, отдали дань памяти экипажу подводной лодки Л-16, погибшей в годы Великой Отечественной. Ну а в Севастопольской бухте тоже новейшие корабли. Фрегат Адмирал Григорович, малый ракетный крейсер Стерпухов и Зеленый Дол. Опора подводного флота из электрической субмарины Новороссийской, Ростов-на-Дону. Все то, что раньше видели лишь по телевизору, сегодня для них на расстоянии вытянутой руки. Пушки всякие, там вот такие, больше, вот больше вот этого ящика, торпеды. Высле целый голод может разрушить. Это такое воодушевление, это такие эмоции, такая гордость за страну, что это передать невозможно, это нужно быть здесь и отпраздновать. Парад парусных яхт, фонтаны на воде и вальс буксиров – это подарок к празднику от моряков Черноморского флота, подводников, офицеров надводных кораблей и морских пехотинцев, которые сегодня доказали, российские военнослужащие могут не только оружием сверкать, но и вот так вот в танце изящно кружиться. Алексей Крепанов, Денис Торопчинов, Макар Руденчик, Виталий Каченко, Павел Рудаков и Ольга Меркулова. Первый канал.